Сегодня в программе. Папа Франциск просит христиан молиться за Китай. Добровольцы в Индии рискуют своей жизнью, чтобы спасти пациентов, болеющих коронавирусом. Мы расскажем вам секрет этой великой картины. Все это гораздо больше в Репортс для России. После воскресной молитвы Царицы Небесной, Папа Франциск помолился за жителей Колумбии, где недавние столкновения между протестующими и полицией унесли в жизни более 50 человек. Я молюсь, чтобы любимый колумбийский народ смог принять дары Святого Духа и в ходе серьезного диалога найти справедливые решения многих проблем, в особенности в отношении беднейших людей, страдающих от пандемии. Затем он попросил христиан молиться за церковь в Китае, чтобы она всегда способствовала построению мира и справедливости в стране. Папа Бенедикт XVI установил 24 мая праздником Богоматери Шишанской, покровительницы Китая. Я приглашаю вас сопровождать горячей молитвой верующих христиан в Китае, наших дорогих братьев и сестер, которых я храню в глубине своего сердца. Святейший Отец также выразил обеспокоенность по поводу тысяч перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, которые покинули свои дома после извержения вулкана Ньерагонго, в результате которого погибло более ста человек. Последнее извержение случилось в 2002 году. Все больше и больше паломников допускают на мессы папы. В это воскресенье Пятидесятницы люди заполнили собор Святого Петра. Они были в масках и держались на расстоянии. Святейший Отец приблизился к алтарю со стороны базилики, минуя центральный проход. В своей проповеди Папа Франциска говорил о том, почему нам нужен Святой Дух. Если вы чувствуете тьму, одиночество, если вы чувствуете, что препятствие внутри вас преграждает путь надежды, если в вашем сердце кроется рана, если вы не видите выхода, тогда откройте свое сердце Святому Духу. Папа напомнил три важных совета, данных Святым Духом. Первый – жить настоящим. Для нас нет лучшего времени, прямо здесь и сейчас. Это единственный шанс сделать добро, сделать нашу жизнь подарком. Давайте жить настоящим. Второй совет – строить единство, уделяя приоритетное внимание потребностям всех, а не некоторых. Враг хочет, чтобы разнообразие превратилось в оппозицию, и таким образом превращает различия в идеологии. Скажите «нет» идеологиям. И да – единству. Наконец, Дух побуждает нас искать помощи у Бога, а не полагаться на собственные способности. В конце мессы ребенок прервал процесс, чтобы передать письмо папе, которое тот, казалось, был счастлив получить. Папа Франциск впервые посетил штаб-квартиру новостной службы Ватикана, в которой находятся офисы газеты Ватикана «Оссерваторе Романо», радио Ватикана, телецентра Ватикана и официального сайта Святого Престола. Отдел коммуникации Ватикана был создан в 2015 году, чтобы объединить все средства массовой информации Святого Престола. Папа поприветствовал тех, кто там работает, и посмотрел, как оформляется первая страница газеты «Оссерваторе Романо». Затем он посетил часовню радио Ватикана, где молился о социальном общении. Научи нас идти туда, куда никто не хочет идти. Находить время, чтобы понять, обращать внимание на то, что важно, и не позволять себе отвлекаться на лишнее. Затем папа посетил радиостудию Ватикана, где он вышел в эфир, чтобы поприветствовать слушателей, и поделился посланием с продюсерами сети. Конечно, есть много причин для беспокойства по поводу радио Ватикана, по поводу «Оссерваторе Романо», но также есть много людей, которые слушают радио, и сколько из них читают газету. Святой Престол ежегодно тратит более 52 миллионов долларов на свои медиапроекты, в которых задействованы около 500 человек. Святейший Отец попросил их использовать свои ресурсы, чтобы охватить больше людей и распространять весть Иисуса через проповедническую деятельность. Потому что существует опасность для всех организаций. Опасность быть хорошей организацией, делать хорошую работу, но не достичь того, что нужно. Визит Папы был приурочен к 160-летию газеты «Оссерваторе Романо», 90-летию Ватиканского радио. Святейший Отец поблагодарил присутствующих за их преданность своей работе и лично поприветствовал некоторых из них, когда уходил. Это было второе публичное выступление Папы Франциска в Риме за пределами Ватикана с момента последней волны коронавируса, поразившей Италию. Папа Франциск посетил штаб-квартиру программы «Сколоса Курентес» – образовательного проекта, который он продвигал с тех пор, как был архиепископом в Аргентине. «Сколос» – это сеть школ, которые сотрудничают в реализации инициатив как на местном, так и на международном уровне. Цель программы – способствовать диалогу и уважению среди молодых людей, представителей разных культур, стран, рас и религий. Во время этой встречи студенты со всего мира поделились своим опытом участия в программе с Папой Римским. Во время пандемии «Сколос» помогала студентам, таким как Валерио из Италии, преодолеть чувство одиночества, когда он рассказывал о том, что для него сделал «Сколос». Он задыхался от волнения. «Я открылся, обнаружил все свои чувства и эмоции, смог противостоять им и, наконец, смог искренне улыбнуться. «Сколос» выслушали меня и были рядом со мной». Сеть «Сколос» распространилась на пять континентов, и к ней подключились даже государственные учреждения. Министр здравоохранения Италии присутствовал на встрече и передал папе подарок, сделанный его дочерьми. Школы, участницы проекта «Сколос» из Австралии также присоединились к встрече, а также из США и Испании. Папа отвечал на вопросы студентов, например, что он думает об отсутствии доверия к политикам сегодня. «Качество политиков проверяется в военное время. Проверка чести нации для меня заключается в вопросе. Вы производите оружие для войны. Вы зарабатываете свое богатство, продавая оружие другим, чтобы они убивали друг друга». Из-за проблем со связью был утерян еще один комментарий папы. Он выразил свое разочарование в священниках, благословляющих оружие, поскольку оно является орудием смерти. Святейший Отец поблагодарил волонтеров и организаторов «Сколос» и всех, кто поддерживает программу, за их усилия в проекте. Он сказал, что это ключ к тому, чтобы напомнить миру о ценности щедрости, потому что она наводит мосты и способствует диалогу. «Сколос» — это все о том, как идти на риск, всегда выходить за рамки, потому что только рискуя, мы можем жить щедро. Только рискуя, мы можем достичь высшей цели — праздновать. Без риска нечего было бы праздновать. Виртуально присутствовали первые леди Бразилии, Чили, Гондураса, Панамы и Доминиканской Республики. Их лично представила первая леди Аргентины Фабиола Янис. На общей аудиенции Святейшего Отца многие паломники хотят поговорить с Папой Франциском, чтобы попросить его помощи в преодолении их проблем. Так поступила и эта пара, которой он дал особое многословение. Во время катехизации Папа определил три распространенных препятствия на пути к молитве — отвлечении, духовная сухость и усталость. Папа сказал, что мы должны быть осторожны, чтобы избежать иссушения сердца. Вы не можете молиться и не можете чувствовать утешение усталым сердцем. С усталым сердцем нельзя пережить духовную оставленность. Сердце должно быть открытым, светлым, чтобы туда мог войти свет Господа. А если этого и не случится, то ждите с надеждой, но не замыкайтесь в себе. Перед отъездом Папа поприветствовал множество присутствующих паломников. Этот ребёнок передал ему письмо, так как он получит своё первое причастие в конце недели. Другие приносили ему подарки, а этот даже благословил его. Паломники на аудиенции Папы в среду вдохнули новую жизнь в атмосферу Ватикана, который несколько месяцев оставался пустым из-за пандемии. Я сердечно приветствую верующих, говорящих по-испански. Их здесь довольно много. Там есть колумбийцы, мексиканцы тоже и парагвайцы. Ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем множество людей вернётся, чтобы услышать катехизис Папы по средам. Но молодые люди, которые участвовали в аудиенции на этой неделе, обязательно должны были заявить о себе. Это был нереальный опыт, очень весело. Да, не у всех у нас есть возможность увидеть Папу так близко. Мексиканские ученики школы Реньюм Кристи смогли увидеть святейшего отца поближе. Они не были разочарованы. Мы все были очень заволнованы тем, что он нас заметил. Я был счастлив видеть Папу Франциско, и пребывание на его аудиенции вдохновило меня. Он говорил о том, чтобы мы не теряли веру и продолжали молиться, несмотря на искушение. Перед лицом всех этих трудностей мы не должны терять веру, но продолжать молиться со смирением и доверием. Это была лишь вторая аудиенция, открытая для публики в 2021 году. Когда в конце прошлого года на Италию обрушилась вторая волна коронавирусной инфекции, Ватикан был вынужден перевести аудиенции Папы в интернет. И Папа, и паломники были счастливы снова встретиться лицом к лицу. 20 мая 1521 года пушечное ядро чуть не убило святого Игнатия Лайолу. Его обращение началось во время его выздоровления. 19 лет спустя он основал общество Иисуса, чтобы помогать другим встречаться с Богом в повседневной жизни. Смотрите далее. Генеральный настоятель общества Иисуса открывает особый год выпуском новой книги. Вы смотрите Рум Репортс для России. Папа Франциск реструктурировал процесс подготовки к предстоящему синоду епископов. Чтобы включить в него голоса мирян, священников и религиозных деятелей из епархий со всего мира. Папа несколько раз настаивал, что слушание является основополагающим принципом жизни церкви. В условиях демократии важно мнение большинства. В синодальной церкви принципом, регулирующим жизнь церкви, является так называемый принцип чувства веры. Это голос Святого Духа, проявляемый через крещеных. Святейший Отец объявил, что подготовка предстоящего синода будет продлена и разделена на три этапа. В результате синод состоится в Ватикане в 2023 году, на год позже, чем было объявлено изначально. Первой Папа Франциско откроет фазу консультаций, которая начнется в епархиях в октябре 2021 года и продлится до апреля 2022 года. На этом начальном этапе каждого епископа просят встретиться с местной церковью, чтобы обсудить темы синода. Затем все они заполнят анкету, подготовленную Ватиканом, и передадут ее в конференцию епископов своей страны. Каждая конференция епископов отправит сводку результатов в Ватикан. Организаторы синода в Риме также соберут мнение сотрудников Ватиканской Курии, богословских институтов, папских университетов, религиозных и мирских организаций. Суммируя эту информацию, Ватикан опубликует рабочий документ для синода. Это случится в сентябре 2022 года, в преддверии следующего этапа подготовки. Процесс отражает идею Папы Франциска Самори как о совместном путешествии всех католиков. Я благодарю вас за ваш документ, потому что сегодня мы думаем, что синодальность идет рука об руку и живет вместе с молодежью. Не так ли? Или скорее он задает серию вопросов, как, например, что вы думаете о женщинах-священниках? Как бы говорится, что если большинство согласится, то мы вынуждены будем это принять. Нет, синодальность – это церковный путь, ведомый Святым Духом. Без Святого Духа нет синодальности. Мы хорошо поработали, нося свой вклад в это. Спасибо. На следующем этапе подготовки конференции епископов на каждом континенте обсудят рабочий документ Ватикана, прежде чем направить свои предложения в Рим. Затем Ватикан подготовит второй проект рабочего документа, чтобы открыть заключительный этап синода – встречу епископов в Риме, которая состоится в октябре 2023 года. Недавно Индия стала глобальным эпицентром пандемии коронавируса. Больницы страны работают на полной мощности и борются с самой смертоносной волной коронавирусной инфекции в мире. Эти добровольцы из архиепископии Бангалора присоединяются к борьбе. Команда, состоящая из молодых католиков, священников и монахинь, оказывает столь необходимую поддержку католическим больницам, в которых наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом. Ситуация такова, что многие пациенты умирают из-за отсутствия медицинской помощи. Многие не могут есть, и их некому кормить. Из-за этого умирают люди. Вот где мы вмешиваемся и помогаем этим пациентам. Отец Анил Ца заведует работой с молодежью в архиепископии Бангалора. Он говорит, что даже при наличии полного защитного снаряжения добровольцы осознают риск работы в больницах. Да, они рискуют свою жизнь, но при этом мы никого не принуждаем. Они приходят сами по себе, потому что хотят служить. Бангалор, столица южного штата Индии, Карнатака, где зарегистрировано почти 2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Отец Ца говорит, что даже несмотря на проблемы, связанные с пандемией, Бога все еще можно увидеть в действии. Мы все еще можем быть свидетелями Божьей любви, особенно в эти моменты кризиса. По крайней мере, мы можем обратиться к одному человеку, который исцелит мир. Хотя Индия является одним из крупнейших производителей вакцин, только 2,5% населения Индии прошли полную вакцинацию. Однако смелые люди, подобные этим молодым католикам, вселяют надежду на преодоление этого кризиса в стране. Проблемы внутри церкви и общества Иисуса, кризис в Венесуэле и пандемия составляют часть разговора между испанским журналистом Дарио Минором и отцом Артуру Сосой, генеральным настоятелем иезуитов с 2016 года. Дарио Минор сравнивает своего собеседника с пушечным ядром, которое 500 лет назад ранило святого Игнатия Лайолу и изменило его жизнь и жизни миллионов других людей. В беседе возникают самые разные темы, от человеческих до божественных. Одна из самых ожидаемых частей их разговора – отношения между венесуэльским иезуитом и первым папой иезуитом. Очевидно, что существует полное согласие по таким важным темам, как осуждение к лирикализму, привяженность синодальности и достижение большей гармонии. Хотя в Лиге очень ясно, что общество Иисуса не пытается влиять на папство, а папство не влияет на общество. Они являются отдельными сущностями в церкви, и что каждая из них имеет свою индивидуальность. Среди других тем они обсуждают проблемы, которые пандемия поставила перед иезуитами. Во всем мире проявился огромный творческий потенциал, чтобы воспользоваться этой возможностью и укрепить приверженность миссии примирения и справедливости. Среди 270 вопросов и ответов нашелся один такой, в котором Дарио Минор вспоминает, что его поразило то, как святой Игнатий доверял Богу. Вскоре после ранения он ехал в Манресу на спине Мула и встретил мусульманина, заговорившего с ним о Деве Марии в выражениях, которые звучали оскорбительно. Когда святой Игнатий, будучи военным, раздумывает, убить ли этого мусульманина, но оставляет окончательное решение своему Мулу. Если тот пойдет в одну сторону, Игнатий ринется на мусульманина. А если повернет в другую сторону, то Игнатий оставит эту затею. В этой книге отец Артуру Соса рассказывает о самых разных вещах, например, о своем детстве в Каракасе и встрече с Угу Чавесом. Он делится событиями своей жизни со всем миром, чтобы начать этот год Игнатия, который пока выглядит сложным для всего мира и иезуитов. В настоящее время у нас госпитализировано около 200 иезуитов, и многие другие инфицированы. Только за апрель 28 иезуитов умерли в Индии, но во всех странах существует большая готовность продолжать работу. Социальные центры не прекращают свои работы, но мы даже нашли разные способы проведения духовных упражнений. Книга была подарена папе Франциску. Издается на английском, португальском, французском, итальянском, польском, голландском, томильском, вьетнамском и арабском языках. В ней рассказывается, если не все, то многое о жизни и работе иезуитов через 500 лет после обращения их основателя. Сколько времени понадобилось, чтобы построить собор Парижской Богоматери? А. 182 года В. 293 года В. 374 года Выберите правильный ответ. В. 1345 год Посмотрите Ромрепортс НСС Сколько времени понадобилось, чтобы построить собор Парижской Богоматери? А. 182 года В. 293 года В. 374 года Правильный ответ А. Нотр-Дам де Пари строился с 1163 года в 1345 год Вы смотрите Ромрепортс НСС 15 апреля 2019 года Пламя поглотило шпиль собора Парижской Богоматери во Франции. Два года спустя работы по реконструкции все еще продолжаются. Архитекторы восстанавливают эту же мчужину готической архитектуры, которая была построена в 1163 году. Друзья Нотр-Дам де Пари – некоммерческая организация, возглавляющая усилия по восстановлению храма. Их новая кампания по сбору средств позволяет донорам поддержать восстановление определенных частей собора, таких как его знаменитые горгульи или химеры. Мы подумали, что это хороший способ поучаствовать в восстановлении Нотр-Дама, спонсируя восстановление конкретной химеры или горгульи, картины или статуи собора. И это также делает вещи интересными, потому что в этой кампании мы комментируем историю каждой из элементов, которые вы можете найти в пазле Нотр-Дам де Пари на нашем сайте. Знаменитые статуи, украшающие верхний балкон собора, были пристроены к зданию в 19 веке. Химеры служат духовными стражами собора и обращают внимание паломников на внутреннюю красоту храма. Вы переходите от мрака химер к яркости статуи картины, проистекающих из чтения Священного Писания, я бы сказал. Восстановление каждой горгульи стоит около 10 тысяч долларов, и по оценкам экспертов, вся реставрация обойдется в более миллиарда. В последний раз святейший отец посещал Нотр-Дам де Пари в 2008 году. Тогда Папа Бенедикт XVI посетил Париж и Лурд во время своей поездки во Францию. Тем не менее, 850-летний собор неизменно восхищает людей всех вероисповеданий и происхождения. Этот архитектурный шедевр и культурный символ ценится во всем мире. Обычно это то место, где собираются люди со всего мира из-за красоты памятника и его значимости. Через год после пожара президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал завершить реставрацию перед летними Олимпийскими играми 2024 года, которые пройдут в Париже. Однажды Пабло и один из семи его детей решили перестать быть простыми потребителями социальных сетей и начали создавать качественный контент, чтобы помочь укрепить семьи. И постепенно вся его семейная ячейка превратилась в проект Блог Семьянина. Как родители, давайте вкладывать все свое сердце в то, что мы делаем как семья, в те занятия, которые мы разделяем с нашими детьми. Если вы играете с дочкой, в куплой, вложите в эту душу, сделайте этот момент самым важным для вас. Чтобы быть семьянином, нам нужна формация. Когда дело касается важных семейных дел, мы не должны просто импровизировать. Есть некоторые вещи, которые мы можем импровизировать, например, планы, научить детей ценностям таким способом. Это не годится. На своем YouTube-канале эта семья затрагивает самые разные темы, такие как планирование семейных мероприятий, обзор всевозможных учебных пособий, а также там можно найти несколько комичных видеороликов. Пабло сначала избегал разговора на политические и религиозные темы, но однажды он передумал. Каждый день в новостях я видел, как христиане на Ближнем Востоке умирают, их обезглавливают, они подтверждают свою веру и за это их убивают. Я чувствовал себя обманщиком перед всеми страдающими христианами, в то время, как я скрывал свою веру и избегал страданий. Самый популярный контент на канале о повседневной семейной жизни. Это доказательство того, что социальные сети могут быть инструментом объединения семей и раскрытия в них самого лучшего. Кормящая Мадонна – единственная картина испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо, находящаяся в Риме. В настоящее время она выставлена в историческом дворце Палаццо Барберини. Это картина, на которой Дева Мария кормит грудью младенца Иисуса, но в ней есть секрет. Позади Мадонны с младенцем находится еще одно изображение Святого Франциска, преклонившего колени на фоне пейзажа. Должно быть, Мурильо написал его для этой работы, которую мы видим перед собой. То изображение было почти полностью закончено, но по неизвестной нам причине художник решил его спрятать. С помощью рентгеновских лучей можно увидеть лицо Святого Франциска за изображением Марии, а также его руки со следами стигматов, его тунику и даже сад вокруг него. Изображение Святого Франциска осталось заглавной картиной. И все же красота этой картины заключается не в скрытом образе Святого Франциска, а в чарующих глазах ее персонажей, которые привлекают зрителей. Он изобразил Мадонну с младенцем, как если бы это была мать, кормящая своего ребенка на открытом пространстве. Можно даже представить, что мы находимся в Севиле, и рядом со слегка разрушенной стеной мать кормит младенца. Когда их прерывает, неожиданно прохожий, и они оборачиваются. Взгляд Богородицы и младенца Иисуса очаровывает зрителя. Картина была написана в 1675 году, но этот шедевр Мурилью продолжает восхищать зрителей со всего мира. Реставрация кормящей Мадонны длилась 10 месяцев. Картина будет выставлена в Палаццо Барберини до июля. Смотрите в следующей программе. Рим готовится снова принять паломников со всего мира. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Редактор субтитров А.Семкин